В результате боевых действий на Донбассе пострадало 5 миллионов человек. Свои дома вынуждены были покинуть около миллиона мирных жителей. Кровь многих из них разрушен, а на новом месте не всем удается начать жизнь заново. Полтора года гуманитарный штаб Лената Ахметова оказывает помощь самым незащищенным категориям населения. Почти 90 тысяч тонн продуктов, а это 7 миллионов наборов выживания, раздали волонтеры по обе стороны линии соприкосновения. О жизни людей, которым без помощи не обойтись, Виктория Чистюхина. Когда бежали от обстрелов, переселенцы не знали, куда идти дальше. Они просто вот так шли по улице и просили о помощи. И, к счастью, нашлись неравнодушные, которые приютили нуждающихся. Анна Викторовна вместе со старшим сыном и внуками поселилась в этом доме в июле 2014 года. Когда бежали, Дениске было всего два месяца. Он ровесник войны. Это ужас, который непередаваемый. Один снаряд и дома нет. Тушить нечего было. Перед войной Анна Викторовна потеряла мужа, а зимой 2015-го – младшего сына Максима. Из Песа, где он жил, не выезжал до последнего. Надеялся сохранить нажитое имущество. Помогал спасаться от обстрелов соседям. Сердце Максима остановилось на 31-м году жизни. После побега в Красноармейск из Песа Анна Викторовна засеяла огород. Это спасало, когда денег совсем не было. Как собрали урожай первых кабачков, нажарили, картошку свою молодую сварили. Ммм, домом запахло, запахло домом. Но спустя два года легче не стало. Из-за волокиты с переоформлением документов на получение соцвыплат Ложкевичи сегодня лишены и статуса, и денег. Вот этот промежуток, когда нам не платят, это какая экономия в бюджет идет. Просто-напросто на наших спин, на нашем горе экономят бюджет, которого не хватает. Старший сын Анны Ложкевич Роман сам воспитывает двоих сыновей. Статус отца-одиночки получить не может. Нет собственного жилья. Нужда привела Романа в пункт выдачи помощи Рената Ахметова. Он получил набор выживания, и теперь семья сможет прокормиться до восстановления соцвыплат. Действительно наборы выживания. И мы выживали на них. Когда идут машины на Донецк. Это чувство непередаваемо. И гордости, что такой человек существует. И дай ему Бог здоровья. Он не различает людей. Наши приезжают и звонят, и говорят, что мы вот получили от Рената Леонидовича продукты, что мы живем. Я вообще очень сильно благодарен Ренату Леонидовичу за эту помощь. Даже не надо называть имени, просто все знают, от кого эта помощь идет. Он один-единственный такой. Человек с большой буквы именно, да, реально. Человек с большими буквами. Все большие буквы. Люди в серой зоне и на неподконтрольной территории особенно рискуют. Об этом говорят в ООН. Изоляция, перебои с поставками продуктов, воды. Все это усугубляет ситуацию. Поэтому гуманитарная помощь здесь крайне важна. Помогают все. В первую очередь помогают те люди, которые остались на местах. Сотрудники больниц, школ, работники коммунальных служб. Также помогают группы волонтеров, международные украинские организации, такие как гуманитарный штаб Рената Ахметова, которые сделали огромнейший вклад, оказывая помощь мирному населению, оказавшемуся в беде. Это впечатляющий пример мужества и самоотверженности. Поприносили, срезали дерево и поприносили все топить. Так Галина Никифоровна согревалась зимой. В Донецке она живет с племянницей инвалидом, страдающей шизофренией. У нее больше нема никого. Если я оставлю ее, то она попадет куда-то. Мне ее жалко. Не было даже на хлеб. И когда нам начали давать эту помощь, то мы уже начали тогда жить. И когда не было света, мы варили на... Спасибо за свечи, за спички. Я варила на улице. И макароны, и варили каши. И спасибо, спасибо большое за все. Помощь Рената Ахметова доставляют на Донбасс гуманитарные рейсы. Они выезжают каждую неделю уже полтора года. За все время выдали 7 миллионов наборов выживания. По обе стороны линии соприкосновения. Получатели – самые нуждающиеся категории населения. Большая часть из которых – пенсионеры и инвалиды. С самого начала работы гуманитарного штаба, с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе Ренат Ахметов и его штаб помогал самым обездоленным. Тем людям, которые просто не выжили без этой помощи. Миллион сто тысяч человек. Из них 70% пенсионеров. Это то количество людей, которым помог выжить гуманитарный штаб. Гуманитарный штаб будет продолжать свою работу. Мы будем помогать старикам, детям, инвалидам, самым обездоленным. Тем, кто нуждается в нашей помощи. Ровно столько, сколько это будет необходимо. В очереди за помощью Ахметова Анна Семеновна 121-я. В 80 лет нашла силы, чтобы встать в 5 утра. Дай Бог ему здоровья. И сколько у него хватит силы для этого. Пусть помогает. Я думаю, что мы его не забудем. Помолимся где-нибудь. Не надо нам войны. Очень хотим этого. О мире каждый день молится Анна Викторовна. На новом месте ей так и не удалось привыкнуть к жизни, которая изменилась навсегда. Каждое утро женщина встречает рассвет, тоскуя по дому. За этими деревьями родные пески. Куда, уверена Анна Викторовна, она обязательно вернется. Мы хороним, хороним, но мы все хотим мира. Мы все хотим вернуться домой. Мы когда встречаемся, говорим, до встречи в песках.